Радикальная простатоктомия Говоря о показаниях, в первую очередь мы говорим о пациентах с локализованным раком или пациентах с Т3А с ограниченным поражением, с небольшим выходом. Среди этой группы можно выделить еще три группы пациентов в зависимости от онкологического риска. Пациенты с низким онкологическим риском имеют максимальный прогноз, пациенты с промежуточным риском тоже неплохой прогноз, но пациент требует по показаниям выполнения лимфоденоктомии. Мы уже обсуждали различные варианты номограмм. Если говорить о бриганте, это риск больше 5% требует выполнения лимфоденоктомии. И вот недавно появилась еще одна номограмма, которая включает необходимость выполнения биопсии лимфоузлов под магниторезонансной томографией. И пациент с высоким риском. Этот пациент, как правило, требует проведения комбинированного лечения. Эти пациенты, таким пациентам целесообразно проведение простатоктомии, но нужно иметь в виду, что этим пациентам обязательно нужно предупреждать, что радикальная простатоктомия – это всего лишь часть комбинированного лечения. И не стоит предлагать, наверное, такую операцию с риском вовлечения сфинктера уретры, потому что, как правило, результаты функциональные будут у таких пациентов не очень хорошие. Чтобы сэкономить время и остановиться больше на хирургических аспектах, я сразу скажу несколько слов о результатах. Мы хорошо знаем, что при локализованном раке результаты радикальной простатоктомии достигают 100% иногда. Ну, колеблются от 80 до 100. То есть, по сути, при локализованном раке радикальная простатоктомия – это золотой стандарт лечения. Но в то же время сейчас много есть публикаций, когда мы выполняем радикальную простатоктомию не только при локализованном раке, но и при таких стадиях, как Т3Б и четвёртой стадии, когда мы не видим метастатического поражения лимфоузлов и отдалённых метастазов. При этом, если говорить о результатах таких операций, то, в принципе, тоже достаточно неплохие полученные результаты. Десятилетняя специфическая канцероспецифическая выживаемость 87% достигается, а общая 65%. Говоря тоже о таких пациентах, могу сказать, что у нас были пациенты, которым мы выполняли цист-простатоктомию, когда опухоль прорастала в мочевой пузырь, при отсутствии признаков метастазирования. Когда следует воздержаться тоже, наверное, не стоит этих пациентов оперировать, если есть признаки распространения на прямую кишку, потому что те осложнения, которые мы можем получить при повреждении прямой кишки, они достаточно тяжёлые, и, конечно, качество жизни сильно ухудшает. И при распространении на сфинктер, потому что будет недержание мочи у таких пациентов. Мы наблюдали трёх пациентов, и, в принципе, они все уже пережили трёхлетний срок. Я думаю, что и у них есть хорошие шансы и пятилетнюю, 5 лет пережить. Поэтому, наверное, следует дальше продолжить исследования у таких пациентов. И ещё одна группа пациентов – это пациенты с метастатическим раком. Мы тоже берём иногда пациентов с метастатическим раком, но главное условие – это пациенты, у которых нет большого объёма поражения метастазов. И те исследования, которые были, во всех этих исследованиях были включены пациенты, у которых был маленький небольшой объём опухолевой ткани. И обратите внимание, что результаты, которые были получены в случае, если выполнялось локальное лечение, они, как правило, были значимо лучше, чем те пациенты, у которых не выполнялась либо лучевая терапия, либо радикальная простатоктомия. Поэтому тоже интересное направление, которое тоже требует дальнейшего изучения. На сегодняшний день мы имеем достаточно большое количество подходов. Это стандартная открытая позадиилонная простатоктомия, это промежностная простатоктомия, ну и, соответственно, роботосистированная, лапароскопическая. Промежностная простатоктомия потихонечку уходит. Да, я не знаю, кто ещё может быть в выполнении промежностной простатоктомии. Она имеет свои ограничения, мы знаем, по объёму представительной железы, но и по возможности выполнения неразберегающей техники. Поэтому во всех публикациях в основном присутствует открытая и роботосистированная лапароскопическая операция. И первый вопрос возникает всегда, как быстро можно научиться тому или другому виду операций. Есть много публикаций, и можно говорить о том, что всё-таки роботосистированная в каких-то моментах имеет преимущество, и меньшее количество операций нужно сделать, чтобы достигнуть кривой обучаемости. А вот открытая и лапароскопическая операция, они где-то примерно находятся в одном количественном выражении, но по некоторым данным, чтобы освоить лапароскопическую, больше времени не надо. Если говорить о предыдущем опыте, вот тоже интересное исследование было, где было три группы пациентов, была оценена возможность хирурга. То есть в первой группе хирурги имели огромный опыт открытой хирургии, начали осваивать лапароскопические операции. Во второй группе был незначительный опыт подобных операций. И в третьей группе у хирургов не было опыта открытой хирургии. Так вот, не было получено достоверной разности в достижении кривой обучаемости. То есть предыдущий опыт открытой хирургии для выполнения лапароскопической операции не нужен. Наш небольшой тоже опыт оценки кривой обучаемости, это мы вначале выполняли экстраперитеноскопическую, тоже оценивали достижение хороших результатов. При выполнении экстраперитеноскопической операции только после сотой операции удалось достичь хороших приемлемых показателей и по времени операции, и по снижению частоты осложнений, и по объёму кровопотери. Про межественная радикальная простадоктомия. Многие поначалу оценивали этот досток очень хорошо и говорили о том, что достаточно быстро можно освоить промежественную простадоктомию, и сравнивали период обучения, не отметили разницы в достижении. То есть результаты в первой, второй, третьей, четвёртой группе по времени были сопоставимы, и говорили о том, что всё-таки промежественная достаточно удобная и несложный доступ. Но, к сожалению, я уже сказал, что промежественную редко кто сейчас выполняет. По поводу роботестированных тоже несколько было исследований, где оценивался предыдущий опыт хирурга, и открытые операции, и апроскопические операции. Так вот, было показано, что предыдущий опыт также не играет роли для освоения роботоассистированной хирургии. А по некоторым данным, что люди, которые имели опыт открытых операций, быстрее обучались на роботе, но больше достигали ошибок. Почему? Потому что именно навыки владения, наложения того же интракорпорального шва, у них этого не было, поэтому они чаще, например, у них была ошибка в виде того, они рвали чаще нитки, они визуально не оценивали натяжение тканей. Поэтому, когда приобретается роботоассистированная, то есть робот приобретается в медицинское учреждение, рекомендуется всё-таки иметь, приобретать сразу и модуль для обучения подобной хирургии. Теперь о сравнительных исследованиях, их очень много, и когда мы говорим о простатоктомии, основная задача любой простатоктомии, вне зависимости от доступа, это онкологический результат. То есть основная цель – это избавить человека от рака, и на втором месте уже по возможности достичь максимальной функциональной результаты в виде удержания мочи и сохранения эрекции. Сегодня существует уже три шкалы, все стремятся к актефекте, то есть к тем стандартным показателям, как избавление от рака, удержание мочи и сохранение энероктильной функции, уже добавляется и осложнение, и отсутствие положительного хирургического края, а также сроки пребывания пациента в стационаре – это длительность дренирования, а также обезболивание в послеоперационном периоде. Первые системные обзоры, которые были получены, в частности, Хирак оценивал, делал обзоры, где при роботоассистированной операции отмечались лучшие результаты, меньшая кровопотеря, частота гемотрансфузий, но все однозначно говорили о том, что необходимы полноценные исследования, они рандомизированы для того, чтобы точно оценить результаты. Очень много было публикаций, где не было различий, то есть одно из таких исследований, где сравнивались также пациенты, которые принесли три вида операции, и что, в принципе, разницы никакой не было получено. Одинаковые проценты удержания мочи, одинаковый процент по сохранению эрекции у пациентов. И еще немаловажно, что многие исследователи отмечали, что важен не доступ на предстательную железу, а важен опыт хирурга. То есть в руках опытных хирургов результаты операции находятся на хорошем уровне и сопоставимы между собой. Поэтому мы начали дожидаться первых рандомизированных исследований, и вот результаты, которые были получены, говорили о том, что все-таки преимущество есть. И оно выражается, с одной стороны, в раннем остановлении удержания мочи, то есть после удаления катетеров у пациентов в раннем периоде практически больше половины пациентов удерживали мочу, и через год в сравнении с лапароскопической простатоктомией на больше чем на 10% удержание мочи было лучше в группе пациентов, у которых выполнялась роботоассистированная операция. То же самое касалось эректильных функций. Процент составил сохранение эректильной функции в группе роботической 80%, что очень-очень хорошо. Еще одно исследование, где, наоборот, опять не найдено было отличий, и что, в принципе, через год было все сопоставимо, но отмечалось более раннее восстановление в послеоперационном периоде. Немаловажный момент, почему? Потому что, конечно, всем нашим пациентам очень хочется уйти сразу с удержанием мочи и ждать длительный срок до года, когда восстановится удержание мочи, не очень приемлемо. Исследование, которое опять-таки вернулось, говорит о том, что опыт хирурга важнее, чем доступ. Это 2016 года, третья фаза исследования, что если вы выбираете опытного хирурга, то не важен тот вариант доступа, который используется. Последний обзор, вот обзор 2019 года большой, в котором оценивалась такая вещь, как анастомоз, да, состоятельность или не состоятельность анастомоза пузырно-уратрального. Так вот, не было выявлено разницы между роботической и лапароскопической операцией. Также по частоте возникновения стриктур пузырно-уратрального анастомоза также не было выявлено отличий между группой роботической и лапароскопической операцией. Нет разницы между роботом, открытым по несостоятельности пузырно-уратрального анастомоза, также по частоте возникновения стриктуры УРЭД. То есть, в принципе, по... Как мы говорим о том, что всё-таки робот удобнее в плане наложения анастомозок, но статистика показывает, что всё-таки результаты анастомозов находятся в одинаковых показателях. И ещё одно исследование, где был проанализирован... Метаанализ, где было проанализировано 51 исследование и сравнивалось в такие параметры, как статус хирургического края. Отмечено, что всё-таки при роботе чуть реже встречался положительный хирургический край, но также исследователи обращали внимание, что очень неоднородная группа была. Если говорить более раннее исследование, то многие отмечают, что положительный хирургический край при роботоассистированных хирургии очень часто встречается на этапе освоения хирургической техники, а в дальнейшем частота его становится такой же, как и при других доступах. Восстание половой функции также отмечено более буклоприятное при роботической хирургии, но опять-таки отмечено, что неоднородная выборка пациентов. И вот ещё одно исследование было большое, достаточно 2600 пациентов, это в Швеции оно проводилось, для оценки половой функции, сохранения эрекции. Так вот, отмечена более благоприятная роль робота в сохранении эректильной функции. И вот последний самый анализ, это 2022 года, большой анализ, который, можно сказать, на сегодняшний день подытоживает все результаты, где сравниваются три вида доступа, и можно сделать следующие выводы. Первый вывод. Время операции меньше при открытой и роботоассистированном доступе. То есть открытая операция, ой, извините, лапароскопическая операция чуть дольше по времени, чем два других доступа. Кровопотери меньше при роботоассистированном доступе. Необходимость гемотрансфузии. Логично, что чем меньше кровопотери, меньше трансфузии, поэтому робот тоже в этом плане выигрывает. Количество кое-как дней пребывания. Меньше при роботоассистированных операциях. Незначимо, конечно, все это относительно. И здесь, в данном случае, если посмотреть на цифры, то мы видим тут три дня пребывания. Мы хорошо знаем, что очень часто сейчас есть такая тенденция отпускать пациентов с катетером после роботоассистированных операций на третьи сутки, если все стандартно. И, наверное, все-таки в этом плане не так все однозначно. Мы можем и после лапароскопической операции пациентов отпустить на третий день, не боясь каких-либо осложнений. Катетеризация мочевого пузыря. Чуть меньше при роботической и больше при лапароскопической открытой хирургии. Частота осложнений тоже ниже при роботоассистированной хирургии. Частота конверсии чаще при лапароскопической хирургии. Таким образом, можно на сегодняшний день сделать вывод, что все-таки роботоассистированная хирургия имеет преимущество по сравнению с открытой и лапароскопической хирургией по следующим параметрам. Это улучшение удержания мочи, это положительное влияние на ректильные функции и меньшее количество осложнений. Но при этом самое главное, мы должны помнить, что онкологические результаты всех доступов одинаковы и опыт хирурга тоже немалую важную роль играет в принятии решения. Несколько слов о собственном опыте. На сегодняшний день мы подошли к отметке 2500 операций. Были конверсии тоже, чаще всего это после лапароскопических операций. Были эксплуатативные операции, очень интересные были случаи, когда болезнь Бектерева не было возможности продолжить, потому что из-за деформации малого таза не было пространства для операции. Ну и были повреждения прямой кишки, тоже небольшое количество, которые были ушиты. Как прошла эволюция нашего опыта? Почему мы в своё время отказались от открытой хирургии? Ну, конечно, это худшая визуализация анастомоза. Как мы, по-моему, хорошо знаем, анастомоз при открытой хирургии по сути накладывается вслепую. То есть после того, как мы накладываем лигатуру, лигатура, ушивание этого анастомоза происходит вслепую внутри малого таза. Нет контроля издорозального и венозного комплекса. Достаточно массивное кровотечение встречается, потому что мы иногда не видим дорозальный и венозный комплекс в отличие от эндовидеохирургических операций. Понятно, что косметический эффект больше рана, больше болевой синдром. И вопрос работы с нерососудистым пучком. Я считаю, что, конечно, при открытой не так деликатно это происходит, как при эндовидеохирургических операций. Почему мы отказались в своё время от экстраперетеноскопических операций? В своё время мы начинали с этих операций и достаточно активно их делали. Ну, во-первых, они технически сложнее, чем классическая лапароскопия. То есть они требовали из спейсмейкера создания пространства, специальные таракары, и пространство для работы было очень ограничено. Та цель, которая ставилась при ретро-доступе, это вот ограничить работу, не входить в брюшную полость, зачастую это не удавалось, потому что целостность брюшины, она в какой-то момент нарушалась, и газ начинал попадать в брюшную полость. И возникал эффект, что у вас пространство терялось за счёт давления газа из брюшной полости. Ещё немаловажный момент. К сожалению, очень много у нас пациентов с высоким онкологическим риском, и при экстраперитеноскопическом доступе невозможно полноценно выполнить расширенную лимфоденоктомию. А если мы её и выполняем, то процент лимфоцелия очень высокий. Нам приходилось иногда выполнять такую вещь, как фенестрацию, то есть повторно заходить в брюшную полость и делать окно с ретсовым пространством, чтобы избежать, чтобы был отток лимфы, и лимфа всасывалась в брюшную полость. Соответственно, пациенты, у которых в анамнезе были операции по поводу пластики, паховой грыж, особенно сетками, они не подходили под экстраперитеноскопический доступ. Сейчас мы продолжаем делать активно лимфоцкопические операции. Почему? Иногда мы отказываемся от них. Во-первых, пациенты с избыточной массой тела. На роботе легче оперировать, вы не чувствуете эту массу на своих инструментах. Плюс третья рука, которая позволяет в каких-то ситуациях эту массу как бы держать. Конечно, неразберегающая техника. Я в настоящее время отказался от выполнения неразберегающей техники лапароскопическим доступом. То есть, если пациент хочет выполнить неразберегающую операцию, мы все-таки настаиваем на роботоассистированном доступе, потому что результаты на порядок лучше. И ситуации, когда требуется дополнительная, скажем, деликатность работы, когда есть пациент, который перенесли аблятивные методы, брахиотерапии, крио, хайфу, когда есть подпаянность прямой кишки и нужно деликатно отойти от этих структур. И при стадиях Т3, Б, Т4 мы, конечно, тоже настаиваем на все-таки на лапароскопической операции, на роботоассистированной. И по результатам, если говорить о лапароскопической, то наши результаты, они где-то сопоставимы. Через год удержание мочи находится в диапазоне 82-85%. Раннее удержание не превышает 30%. Что касается роботических операций, то, конечно, плюсы робота, это комфорт для хирурга, это возможность выполнять несколько операций 3-4 в день без потери результата и без, скажем, значимой усталости. Это деликатная диссекция нервососудистого пучка, это удобство наложения, но, как я уже показал, в исследованиях разницы большой нет по несостоятельности и осложнениям. И то, что радует наших пациентов, это, конечно, раннее восстановление удержания мочи, то есть больше половины пациентов сразу удерживают мочу после роботосистемы простатоктомии. Через год удержание мочи достигает 92% и сохранение эректильной функции находится в районе 60-70%. Если можно, еще буквально один слайд о технических приемах. Очень интересный тоже момент, очень много было приложено различных вариантов работы при простатоктомии, и вот некоторые из этих моментов, от которых мы отказались. Например, перевязка дорозально-минозного комплекса, предварительная перевязка. Стало ясно, что мы тратим время дополнительно, это не дает никакого эффекта. Почему? Потому что, во-первых, как правило, потом в конце при отсечении простаты нитки, которые наложены на дорозально-минозный комплекс, они ослабляются, и снова возникает кровотечение, мы теряем время, и смысла в этом особо нет. Рок и стичь. Методика спорная, много было исследований, которые показали вроде положительный эффект в плане удержания мочи, но по нашим ощущениям это не давало прироста удержания мочи, а наоборот, многие пациенты отмечали после урока стичь появление болевого синдрома в области промежности. Деформации, боли были очень сильные. Передняя реконструкция по пателе, когда подшивался комплекс к лону, мы отказались от нее, а почему? Потому что мы пошли по пути сохранения анатомического каркаса, то есть внутритазовой фасции по простатических связок, соответственно, смысла в реконструкции передней по пателю она как бы отпала. И еще методика, которую мы тоже переняли у наших итальянских коллег, это трехрядный шов на анастомоз, возможность удаления катетера на третьи сутки. Интересная методика, но также пациенты отмечали боль и затруднения при мочеспускании за счет отека. Тут против физиологии мы, к сожалению, ничего не сделаем. Хотя несостоятельности не было. Поэтому на сегодняшний день я заканчиваю. Мы выполняем простатоктомию на роботе, например, сохраняем пупочные связки и урахус, мы не пересекаем их, выходя на малый таз. Тракция простаты осуществляется при роботе за счет третьей руки. Если мы выполняем лапроскопическую простатоктомию, мы используем очень интересную методику стандартную, это тракция с помощью лигатуры за катетер, подтягиваем простату наверх. Диссекцию нейрососудистого пучка мы осуществляем либо интер- или интерфасциально в зависимости от рисков. Мы сохраняем пупоростатические связки и, самое важное, мы отсекаем дорозально-минозный комплекс в самом конце, то есть перед уже выходом на уретру. Если возникает какое-то значимое кровотечение, мы повышаем давление до 20 мм втутного столба и, соответственно, с этим кровотечением можно хорошо бороться. Главное условие отсечения уретры не использование электроэнергии. Никакой электроэнергии, только холодным инструментом. Спасибо большое. На фото я не буду останавливаться, чтобы уже время не тратить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.